Началась встреча с обсуждения последних резонансных событий, повреждения полуторастолетней липы в Сирии Лохне и избиения бывшего депутата от Венгиза Агрба. Геннадий Алами поделился своим мнением о происходящем. По его словам, все, что произошло в последние дни, может иметь далеко идущие последствия. А затем собравшиеся перешли к вопросам, наболевшим давно. Например, к перспективе принятия закона об апартаментах. Оппозиционеры считают, что приняв этот закон, власти легализуют рынок недвижимости для иностранных граждан. А аргументы, которые используют при продвижении закона, совершенно несостоятельны. Один из аргументов – это то, что Абхазия станет местом, где круглый год будет отдыхать турист, если мы вот этот законопроект примем. Хотя, для того, чтобы это произошло, по меньшей мере, наверное, стоит горнолыжные курорты развивать, да, или строить эти горнолыжные курорты. Либо необходимо лечебно-оздоровительное направление развивать. По мнению власти, только строительства одних апартаментов будет достаточно для того, чтобы круглогодичный туризм здесь развивать. Также есть аргумент о том, что большое количество доверенностей выдано. Вы, наверное, слышали об этом, что у иностранных граждан на руках на право распоряжения и так далее. Ну, этот аргумент вообще несостоятельен, по моему мнению, потому что, если под этими доверенностями какие-то сделки домашние, да, купли-продажи присутствуют, да, с расписками, как это зачастую бывает, то эти сделки ничтожными являются, ну, мошеннические это все схемы, и Республика Абхазия на себя обязательства по их правовой защите не берет. По мнению Адгура Ардзенеба, при информировании о готовящемся законе о регулировании строительства и эксплуатации апартамента в Абхазии происходит умышленная подмена понятий. Внимание аудитории уводят от главного, от формы собственности на апартаменты. Строительство апарт-отелей никто в Абхазии против этого быть не может. Строительство апартаментов под продажу этих квартир – это другой бизнес. Вот апарт-отели – это туристический бизнес. Та же самая гостиница. Да, а апартаменты на продажу – это девелоперский бизнес, это совершенно разные виды бизнесов. Поэтому, когда идет игра словами, аббревиатурой, важно понимать, что это мошенники, это мошеннический вообще подход. За такое в нормальных странах, за то, что первые лица страны или там ответственные люди вот такие подмены терминов используют и внедряют в общественное сознание, это вообще политическое мошенничество. За это вообще надо привлекать к ответственности. У нас, к сожалению, не работают эти гражданские институты в полном объеме. Но, по мнению Ардзенба, не меньшую опасность стоит в себе уже подписанный документ – соглашение с Россией о признании судебных решений. То есть суды в России могут выносить решения в отношении граждан Абхазии, например, при имущественных спорах или при неуплате кредитов. И в Абхазии эти решения должны будут исполняться. Соглашение появилось в повестке, российской стороной было предложено 22 апреля 2019 года. Тогда состоялось первое заседание Абхазо-российской межведомственной рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству, которое я имел в честь с абхазской стороны возглавлять. Вот у меня здесь даже протокол, проект протокола этой встречи имеется в архиве. Там же на месте, исходя из мнения наших коллег, министром юстиции, тогда была Марина Шаловна Пилия, изменения судейского корпуса исходили, исходили из мнения службы судебных исполнительной Абхазии. Этот вопрос мы отложили, не приняли в повестку, отложили рассмотрение, потому что мы исходили из того, что, во-первых, в Российской Федерации проживает свыше 50 тысяч беженцев, так называемых, грузинской национальности, которые имеют российское гражданство, и у них появится в результате этого соглашения вполне законное право обращаться в суды Российской Федерации для решения своих экономических и имущественных вопросов в Абхазии. Напомню, соглашение о взаимном признании судебных решений подразумевает, что, к примеру, решение любого российского суда имеет законную силу на территории Абхазии, и наша служба судебных исполнителей, наша абхазская власть обязана его реализовать в пользу истца. Ну и второе – это экономические споры, возникающие при ведении бизнеса с участием российских граждан или российского капитала. Теперь, после подписания этого соглашения, по любому из этих вопросов можно будет обращаться в суды Российской Федерации, и в Абхазии эти решения будут иметь законную силу. По словам Ардзенба, этот механизм сделает граждан Абхазии беззащитными перед судебной системой Российской Федерации. Появляется возможность у банка-кредитора обращаться в суд, допустим, Москвы и взыскивать недвижимое имущество на территории Абхазии. И, опять же, мы будем обязаны все это забрать у наших граждан и отдать там какому-нибудь банку извне. От Гурла Гавилава представитель партии Айнарх не верит в справедливость зарубежного судопроизводства. По его мнению, это соглашение никак не согласуется с обязанностью власти защищать интересы своих граждан и своей страны. У нас есть наша судебная система, которая зачастую, зачастую намного более справедливая и честная, чем судебная система Российской Федерации. По официальным данным, 2015 года порядка 700 тысяч рейдерских захватов было в самой Российской Федерации. Ежегодно возбуждается около 10-15 тысяч уголовных дел по рейдерским захватам. Кто нам может гарантировать, что наши бизнесмены здесь в Абхазии не попадут под эти мафиозные группировки, которые с помощью фальсификации документов через судебную систему России будут здесь, говоря таким грубым языком, отжимать собственность наших граждан. Где гарантии, что гражданин России, пользуясь всеми правами гражданина России, обращаясь к грузинской национальности, который покинул Абхазию, обратиться, чтобы восстановить свои права на имущество, где гарантии. Здесь в законе никаких оговорок нет, чтобы вы понимали, в этой связи. Так что любой гражданин России, который считает, что его права на территории Абхазии были нарушены, сюда будут приходить исполнительные листы по изъятию этого имущества. Я это соглашение расцениваю как экономический гагский трибунал для абхазских граждан. Леонид Чамагуа считает, что из этой ситуации есть выход. Нужна лишь политическая воля. По его мнению, достаточно в рамках гармонизации законодательств Абхазии и России привести в соответствие норму, согласно которой внутренние законы страны превалируют над международным правом, как это сегодня в России. Давайте пойдем по пути гармонизации. Но в России уже года два, по-моему, как внутреннее законодательство доминирует над международными соглашениями. Вздумайтесь, вдумайтесь. Нас призывают подписать соглашение о признании судебных решений и арбитражей. Но в России эти решения ниже, если они вступят в противоречие с их законодательством, ниже их внутреннего закона. В Абхазии же все, что ратифицировано парламентом, выше наших внутренних законов. Предлагаю начать с того, что в русле гармонизации мы примем аналогичное решение и в нашем законодательстве введем норму, согласно которой наше внутреннее законодательство будет выше тех документов, которые мы подписываем, в данном случае с нашими союзниками и со всеми остальными. Это начало. Я думаю, это очень серьезно повлияет на все наши последующие взаимоотношения и повлияет в лучшую сторону. По мнению Чамагу, в Абхазии уже давно реализуется проект по ее заселению. А закон об апартаментах – это ворота, которые открывают дорогу для реализации этой программы. Когда мы позволяем людям строить апартаменты и при этом признаем их собственниками, вот еще раз подчеркиваю, мы же собственниками этих апартаментов признаем? Да. А вопрос, апартаменты находятся в Абхазии? Да. Он имеет право, собственник, проживать здесь? Да. Он становится жителем этой страны? Ну да, конечно. Вопрос, когда здесь появятся сотни тысяч жителей, имеющих собственность? О каком вопросе мы там, о чем будем говорить? Гражданство есть, все остальное будет. Будет и гражданство, и все. Просто поэтапно. По мнению Леонида Чамагуа, программа по заселению Абхазии начала реализовываться с 2008 года. Но все предыдущие президенты и депутаты активно сопротивлялись этому процессу. Сегодня он надеется только на парламент, где, на его взгляд, есть люди, способные на сопротивление. Эта программа в том или ином виде навязывалась нам извне. Но и Сергей Васильевич, и Александр Златинскович, и Рауль Джункович имели мужество, и парламенты всех тех периодов, о которых я говорю, имели мужество не рассматривать эти документы и отказываться от них. Сегодня, вот непонятная ситуация, да, сперва возникает эта тема, начинаются стройки, выделяются земли, подписываются документы, там в Сандрипще кто-то стоит и уже призывает покупать, потом мы его выдворяем, он мошенник, его сажать надо, что вот здесь апартаменты строятся, цены называются. Все это сперва делается, а потом возникает законопроект в парламенте. Ну, это как демонстрация обществу, что парламент не имеет своего мнения, что это как бы ненезависимый орган, там нету добросовестных депутатов, там нету спикера, там нету вице-спикеров, председателей комитета и так далее. Я думаю, здесь неправильные подходы в парламенте достаточно ответственных людей. Леонид Чамагуа приводит в пример российский опыт, где сегодня сотни тысячи исков в судах от людей, требующих признать их апартаменты жилыми помещениями. Идут имущественные споры между бывшими чиновниками и государством. Экс-депутат призывает учиться на чужих ошибках, а не открывать Абхазию, как новое поле для афер. В Сочи, Монтеро, Ткачева забирают по суду судебные тяжбы, Сириус как бы осуживает. Там тоже эта тема неоднозначная. Я хочу вас проинформировать, что арбитражные суды в открытом доступе в России завалены исками с требованием признать апартаменты жилыми помещениями. И в России сейчас возникает законодательная инициатива. Это же было создано как обход запрета на строительство жилых комплексов в охраняемых зонах. Ну, дошло до них, что это все большая коррупционная схема. Они сейчас будут поднимать вопрос в Госдуме о запрете. Ну, как раз созрело, видно, наше общество для того, чтобы вот эти грязные схемы принести сюда. Чамаго уверен, что попытки власти убедить людей в невозможности развития Абхазии безстороннего вмешательства, продажи недвижимости и передачи в собственные стратегические объекты – это махинация и манипуляция общественным мнением. Я последнее время слышал, что культивируется в сознании нашего населения идея, что лучше все равно не будет, что придут, посмотрите, они же тоже все будут продавать. Так зачем менять кого-то на кого-то, так и так далее. Вот послушайте мне, вот кто литературу читал, особенно экономическую, так обычно говорят, когда хотят все распродать, своровать и уехать. Виталий Габни уверен, что аферы заключаются еще и в том, что разрешать строительство, заведомо зная, в каком состоянии находится инфраструктура, это осознанное подталкивание инвестора к краху, получив свою прибыль, как говорится, на входе. Выстроен многоэтажный квартирный дом ЖК Апра на пересечении улицы Когони и Воронова. Так вот, несмотря на то, что уже стоит дом уже несколько лет, до сих пор нет возможности подключиться к энергосистеме города, поскольку просто этих мощностей нет. Нет возможности подключиться к канализационной системе, по той причине, что она настолько убитая, что можно констатировать, что ее нет. Я уже не говорю о придворовой территории, там, где есть возможность владельцам размещать свой автопарк. Так вот, на том же самом месте, на этом же перекрестке, уже разработан проект на две высотки, 20 этажей, по такому же принципу, там, где нет возможности ни энергетических, ни каких-либо еще возможностей подключения. По существу, лоббисты, которые продвигают этот закон, они продают обман, который обязательно, именно обязательно приведет к коллапсу. Но сами при этом, сами при этом они заработают, поскольку снимут свою прибыль на входе. Ахра Аристава рассказал о том, что за последние два года собственные доходы республики существенно снизились. Он сравнил прирост бюджета с 2014 и 2015 годами. По его мнению, так произошло из-за того, что власть перестала ориентироваться на внутреннюю повестку и интересы граждан своей страны. За два года, 15-16 год, республиканский бюджет в то время был увеличен более чем на 2 миллиарда рублей. Вот, чтобы вы понимали, вот сейчас три года миллиарда нет, даже до миллиарда не дошли. А тогда было вот, да. И это я к чему говорю? Я это говорю к тому, что вот этот отказ фактически от национальной повестки, отказ от того, чтобы опираться на своих граждан, отказ от научно обоснованной экономической политики, вот привел к тому, что сегодня мы имеем. Мы фактически не имеем деньги в необходимом количестве на оборону, мы не имеем деньги в необходимом количестве на стратегическую, энергетическую отрасль, об этом признается само правительство, и мы не имеем в необходимом количестве деньги для того, чтобы активно проводить демографическую политику. Вот к чему мы пришли. Ада Урарш бы предложил заняться и нравственными вопросами, так как, по его мнению, проблемы морального облика молодежи и поведение остро влияют на ситуацию в стране. Ни одно оружие, никакая ядерная бомба не поможет, если даже оно будет в доличии, сохранить государство, если государство будет разлагаться морально. Чтобы этот процесс остановить, все это, то, что мы видим в Лыхнах, то, что произошло в следствии того, что там в социальных сетях демонстрировали стычка, инцидент, так называемый, когда молодежь, обсуждая поведение старших, начинают с оружием угрожать друг друга, это тот путь, который непременно, сейчас и немедленно надо остановить, когда надо вмешаться. Не работают правовые механизмы. У нас есть общественные регуляторы вот здесь. Ну, давайте мы разные пути выберем, прежде чем прийти к крайним каким-то радикальным мерам, обратимся к Совету старейших, пошлем туда наших старших, предложим им, чтобы они организовали встречу, чтобы обсудили все эти злободневные, не сужить рамки вопроса, не сужить свистеток, драки, там что-то не поделили, молодые ребята подралили. Нет, здесь корни гораздо глубже. Пока беда не произошла, все это надо остановить. Давайте с этого начнем. Основным посылом встречи стало налаживание диалога и решение всех наболевших проблем сообща. По мнению оппозиционеров, власть должна слышать аргументы и ориентироваться на внутреннюю повестку и запрос граждан своей страны. Председатель ФНИА Аслан Барцис рассказал о намерениях обратиться к Совету старейшин и телевидению с тем, чтобы наладить конструктивное сотрудничество власти и оппозиции.